Это только то, что вам льется с экрана, а дроном не верите, да? Вот экрану мы вообще не верим. Так дроны же летали, над Бучей летали дроны и все видели, кто был в это время и кого убивали. Все запилинговано. Слушайте, у меня вопрос, а как россияне могли поверить в распятого мальчика, то, что женщина сказала, но не верит в Бучу, когда там много свидетелей было? Ну, когда женщин насиловали и людей убивали, там же не то, что сначала расстреляли всех, а потом взяли и расстрелили женщин. Наверное, кто-то живой остался. Это вы просто что-то говорите? Про Бучу. Ну, мне говорят, что россияне не верят, что Буча их делал рук. Что за Буча? Мы что-то не понимаем. А, ну, когда началась война, то... В Натвине? Да. Под Киевом, очень красивые районы такие, которые в Подмосковье нету. Очень шикарные. Там жили средний класс украинский, у них шикарные были дома. Я просто... Я такого никогда не видела. Парки, бассейны рядом с домами. Вот. И пришли российские войска, наверное, офигели от такого, что так круто живут. Я не знаю, может быть, было задание сверху, что всех убивать можно, грабить можно. Там танки стреляли по домам, просто чтобы расстрелять. Заходили люди, срали людям в постель, ночевали. Это у вас в американских новостях, говорят? Ну, у вас что, нету родственников? Я не знаю, у вас нету родственников в Украине. Почему они же обязательно... У моего брата отец в Украине, и он говорит то, что это, блядь, все пиздешь. Конкретно пиздешь. Нет, ну я говорю, что у вас наверняка, если покопать, есть люди из Эрпеня. Вот покопайте свои вот брата через брата, друг друга, одноклассные, и вы дойдете до Эрпеня. И вот там спросите. Нам не нужно никаких новостей спрашивать. Это такой глобальный пиздешь, что русский, вандалы, все такое хуйня. О, хорошо, хорошо, хорошо. Я русская, и мы можем попиздеть по нашему языку, да? Без отрыва. Я сделаю хуй, мать, ёпта! Нет, ну, нет, не то, что там особо... Я не хочу особо материться, но попиздеть, то есть поболтать. Короче, смотрите, если... Я сама из Воронежа. Воронеж большой город, миллионник, да? Не то, что он когда-то там не пишет, пиздерок, а нет, Воронеж. Так вот, если я выйду из своей квартиры... Ну, ты же понимаешь, что из Бучи и Эрпеня люди выехали, потому что стреляли. То есть они выехали из квартиры. Квартиры были пустые. Вот если вы... Знаете, факт того, что... Факт того, что сами украинцы ставили у себя в населенных городах станции ПВО и хуярят же по своим домам. Подождите, и... А чтобы сделать провокацию, то, что это Россия ебашка... Нет, вы припрыгнули, мы так будем прыгать, как зайчики, я не успею ничто... Я не прыгаю, я знаю факт того, потому что сейчас служат мои ребята, которые находятся там. И мне рассказывают, как на самом деле. Хорошо, мы сейчас к этому вернемся. Это номер два. Сейчас я один договорю. Так вот, если я сейчас из Воронежа выйду из своей квартиры, и все будут знать, что меня нету, в мой дом зайдут люди, и все спиздит, все. Я скажу почему. Смотрите, я когда переезжала из Воронежа в Америку, я сначала переехала сама, а потом забыла маму и бабушку. И у меня... А как у вас так получилось? Это вопрос номер ты, видите, вы прыгаете. Вы, кстати, у меня тоже, я тоже люблю прыгать, потому что у меня быстро мозги работают, но дайте я закончу. Так вот, когда я уехала, когда я уехала, и потом через какое-то время я получила грин-карту, потом гражданство, я вызвала свою семью. Так вот, этот момент переезда, квартира осталась, а мы переехали. И у меня там остался дядя. Просто дядя, один дядя. Ну, мой родной анкл. Ну, дядя, как мать моей, брат моей мамы. Ну, так вот. И через какое-то время там что-то случилось, он умер. И когда он умер, квартира осталась пустая. И моя мама звонит своей подруге, пойди там проверить, квартира в порядке. Ну-ка скажите мне, когда мой дядя умер, ну, как бы соседи знают, что Сережа умер. Моя подруга, моя мама приезжает, что она видит? Квартира открыта. Ну, давайте, она вся целая, да? Вся-вся целая? Ну, давайте, разговаривайте. У нас же, наши ребята никогда за чужую квартиру не должны рассказывать мне про мой Воронеж. Про, я могу сказать, центр города. Центр города. Не то, что там какая-то там, не знаю, гремячий или, не знаю, калач. Нет, центр города. Вы мне будете рассказывать, что моя квартира была не разгромлена. Все было. Даже книги сперли. Это был полный пиздец. Трехкомнатная квартира была вся разгромлена. Не было даже, никаких бурят не было, никакого Дагестана не было. Просто свои же пришли и спиздили все. Как только узнали, что мы уехали в Америку, мой дядя умер, все. Что вы мне сказали? Это я ответила на первый вопрос. Так, поехали на второе. Не только в России это делают. Не только в России то, что могут мародерничать, воровать. Так я говорю, если все киевляне выехали из своих дачных домов, или они там жили в этих домах, они выехали, приехали в Россию, российские войска, что они будут стоять и не грабить. Вы понимаете, что это были очень обеспеченные, Украина очень обеспеченная страна, очень. Они туда пришли, они такие, девайсы, роботы эти, у вас есть робот, который, пылесос? Ну-ка покажите мне свой робот, ну покажите. Я пиздоболить не буду. Я могу показать свой, вы покажите свой. Ходите, у меня он наверху стоит. В машине находится. Ну все, короче, у них ли в каждой квартире. И все девайсы супер классные, вот как Европа. Представляете, что вы попали в Европу, в Варшаву. И никто вам слова не скажет, там никто полицию тебя не вызовет. Это же типа, как называется, как называется, блин, бандерасы? Это типа мы боремся с бандерами, мы заходим в каждый дом. Так что, короче, наши все сделали. Давайте копнем в глубину 41-го года. Кто там у нас зайчик? Ну, скажи, четвертый раз мне. Я за вами не успеваю. Я отвечаю на первый вопрос, что мы, наши, Москва, пришли и все там размародюрили. Вам я объяснила, почему? Давайте я вам объясню одно. Вась, 41-й год. У Германии шили самую лучшую форму, самую дорогую. У них было самое лучшее все. Но они тоже, они были всем обеспечены, всем, даже едой, деньгами, всем. Самое лучшее было у них обеспечение тогда, в те времена. Но они тоже воровали, хотя они были обеспечены всем. Я не понимаю, вы вообще... И золото воровали. Мы закончили с Альпенем или нет? Мы берем ответственность за наших российских войск, воинов? Берем или нет? Мы закончили, да? Что наши пришли и занимались мародерством. Мы за это берем ответственность? Да, конечно, пришли. Тем более, если там были буряты, дагестанцы и вообще до пизды, что там... То есть это было... Это как магазин открытый. Открытый магазин, заходи, бери, что хочешь. И никто слова не скажет. Проблема только одна. Как это все перевести домой? Вот с этой проблемой было сложно. Дальше, второй вопрос. Вы сказали, что сами украинцы бомбили сами себя. Но они же не могли бомбить свою... Там же остались их мамы. Ой, блин, как же вам там в Америке это все в ужас. Хорошо. Я опять же говорю, там живут мамы. Что вы, свою маму будут бомбить? Ну-ка, расскажите вашу версию. Это, во-первых, военные действия. Там им всем похуй. Если воюют... Подожди, сын пошел... Нет, послушай, у них... Мама родила сына. Сын сейчас в призывном возрасте, да?